Я в 2000 году в марте месяце покаялся в Кишиневе в харизматической церкви. Не знаю, может кто-то знает, приезжал из нашей церкви Вадим Сорокин. Не знаю, знает кто-то, нет. Вот Вадим Сорокин, он один из моих пастырей. И как я вообще попал в МЖБИ, я скажу по откровению. Потому что я 8 лет был верующим, то есть вот уже 2,5 года назад я приехал сюда, в Одессу, то есть в 2008 году в марте. Значит, 8 лет находясь в харизматической церкви, 6 лет где-то из них я самостоятельно интересовался вопросами мессианского иудаизма. Мне в этом плане повезло. Вот Сеня Поздырко, раввин мессианской общины в Кишиневе. Я с ним знакомый, я к нему, я обращался к нему с некоторыми вопросами, которые меня волновали. Значит, он давал мне информацию, там, книги, там, сайты подкидывал какие-то в интернете. Почему у меня возник такой интерес? Ну, потому что я, читая Библию, видел, что Библия написана евреями для евреев и для тех, кто принял веру в Бога, евреев, в Бога Авраама, Ицхака, Иакова. Значит, я видел, что Библия описывает историю еврейского народа, начиная с возникновения еврейского народа, значит, и будущее человечества, связанное с судьбой еврейского народа. И я не понимал, почему в церкви не освещается вопрос истории еврейского народа, взаимоотношения с евреями, начиная с разрушения храма и вот по наше время. То есть мы говорим о евреях, но мы не затрагиваем вообще практически вопросы истории последних двух тысяч лет. Мне это было непонятно. Мне также было непонятно, почему евреи, которые есть в церкви, которых я знаю, они вообще не как евреи. То есть, если я не знал бы, что они евреи, вот со стороны бы никогда не сказал. Хотя в Писании мы видим, что Бог определил для этого народа отличаться от всех других народов для какой-то определенной цели. Значит, вот эти вопросы у меня возникали, я с ними, ну, к Богу обращался, в Писании пытался искать. В церкви я не получал ответов на эти вопросы. Слава Богу, что Бог все-таки не оставляет ищущих и дает информацию. И вот где-то порядка шести лет до того, как я приехал сюда, я пытался самостоятельно изучать все эти вопросы, все эти темы. И настал момент, когда, так интересно произошло, значит, в церкви у нас объявили пост для лидеров и для пастырей. Я не был на тот момент ни лидером, ни пастырем, я был просто библиотекарем. То есть, каждое воскресенье я выносил стенд с книжками и записывал, кому выдаю, у кого забираю книжки. Значит, ну, в тот момент я почему-то захотел подключиться к этому посту, присоединиться. А пост был, значит, тема поста, рост видения церкви, то есть, какие дальнейшие шаги церковь должна предпринимать для того, чтобы исполнить Божье призвание. Значит, и пост длился 4 дня, с понедельника по четверг. Я в это время постился, молился, благо работа позволяла это. Походу я еще читал одну книжку очень интересную. Кстати, рекомендую. Значит, автор Людмила Улицкая, называется Даниэль Штайн-переводчик. Значит, в электронном виде у меня есть, если кому-то надо, я могу скинуть. Значит, и книжка как раз повествует об одном человеке, об одном еврее. В принципе, это был реальный человек. Его звали Даниэль Руфайзен. А в книжке он назывался Даниэль Штайн. И там описывается история его обращения к Иисусу во время войны. Потому что он был молодым, достаточно образованным, начитанным евреям. Но во время войны такие обстоятельства сложили, что он вынужден был полтора года прятаться от немцев на чердаке у католических монашек. А там был склад литературы. Так как он любил читать, и времени было достаточно, он начал читать. И читая, он уверовал в Иисуса. Значит, потом, когда он уже вышел из этого своего укрытия, он ходил, участвовал в партизанском движении, и везде он проповедовал Евангелие. Что для людей было очень странно, удивительно. Во время войны и такие темы поднимать. Потом после войны он стал монахом католическим. Потом он совершил Алью в Израиль. И в Израиле он уже нес служение именно как священник. Ему выделили там один приход. И там в этой книжке описывается, как это служение происходило. Там же описывалось, какое давление оказывается на человека, который действительно желает Богу служить. Не по традициям, не так, как требует от него, значит, может быть, руководство, которое не совсем даже понимает иногда какие-то Божьи цели. То есть он служил евреям, арабам и любым другим людям, которые встречались на его пути, невзирая на национальность. И он хотел доносить до каждого человека благую весть на его родном языке. Поэтому он старался, он, естественно, помимо, ну, у него был дар к языкам. Значит, он знал русский, польский, белорусский, немецкий. Помимо этого в Израиле он уже учил еврит, арабский. Значит, и вот он старался доносить благую весть до каждого человека на его родном языке. И служение в своем приходе он также выстраивал в соответствии с этим. У него из-за этого возникала масса проблем. Естественно, у него с арабами возникали проблемы, потому что арабы у веры в Вишу уходили из ислама. У него возникали проблемы с христианами, потому что он служит евреями, арабам, причем не так, как требует от этого духовное его руководство. То есть в католицизме есть общепринятая форма проведения богослужений. Значит, а он ее всегда нарушал, потому что он хотел, чтобы служение это было доступно каждому человеку. Поэтому он проводил это на еврите, на арабском, значит, что шло в противоречии с уставом его церкви. У него возникали проблемы с евреями, потому что евреи также у веры в Вишу отходили от мертвой религии, скажем так. Ну, короче, книжка очень интересная, но вот так оно сложилось, что вот я постился, я молился, и походу, вот у меня было такое представление, сейчас идет такой мощный эшелон молитв в сторону Господа. Я думаю, ничего страшного не будет, если я и свою нужду туда подкину. Значит, и я говорю, Господь, вот я хочу, чтобы Ты показал мне, в чем состоит мое призвание конкретно. Я хочу знать свое место, я хочу знать, чем я должен заниматься. Но при этом, говорю, я вот открываю свое сердце, говорю, я хочу служить еврейскому народу. И, честно говоря, хотелось бы служить в земле Израиля. Говорю, вот я эту нужду отдаю тебе, значит, а ты уже как считаешь нужным, так и поступай. Значит, и вот во время этого поста ко мне пришло четкое понимание, что мне нужно учиться. При всем при том, что у нас в церкви есть миссионерский колледж имени святого апостола Павла, и периодически мне предлагали туда пойти, у меня не находило отклика в моем сердце вот это вот. Ну, то есть учиться предлагали, но я говорил, ну, послушайте, все, что там дают, я могу самостоятельно найти себе всю эту информацию. Зачем оно мне нужно? Посвятить время для того, чтобы получить то, что я могу получить и так. А здесь мне Господь говорит, тебе надо учиться. Я говорю, где учиться? В этом колледже? Ты же знаешь, что он меня туда не тянет. Значит, и когда я задал вопрос, где учиться, я вспомнил, что Сеня Поздир-Каравина, он учился здесь, в МЖБИ, когда-то много лет назад, причем он, будучи членом нашей церкви, он приехал сюда со своей семьей, то есть с женой, с тещей, значит, еще было несколько ребят, там братьев-сестер, и когда они вернулись в Кишинев, значит, они организовали там еврейскую мессианскую общину, которая сейчас достаточно успешная. И так интересно сложилось, значит, в четверг я уже четко определяюсь, что мне нужно учиться в МЖБИ. Я нашел сайт, зашел в интернет, сам нашел сайт, значит, отправил письмо шей-ноги. Ну, сайт тогда в принципе не функционировал так, как должно. И я не знаю, когда Саша получил это письмо, значит, в пятницу вечером, и опять же не собираясь, я попал на мероприятие одно в мессианской общине, то есть там вот альфа-курс проводили, а я к тому времени уже долгое время, скажем так, ну, пытался благовествовать своей учительнице еврита, там, в Израильском культурном центре. Она еще работала в школе, где она, в еврейской школе, и она знала многих родителей из общины. И она мне звонит, ее пригласили туда. Она мне звонит, говорит, пошли со мной, потому что я никого не знаю. Я говорю, как не знаешь? Ты знаешь там кучу людей. Она, ну, давай хотя бы первый раз вместе сходим, чтобы я как-то там адаптировалась. Я позвонил, договорился со служителями, значит, пришли мы туда, то есть я не планировал туда попадать, просто вот на тот момент созрело решение, что я таки согласен учиться, потому что Господь сказал, и у меня есть намерение учиться в МЖБ, мне нужно было узнать условия, еще никаких условий не знаю. В пятницу вечером я попадаю туда, вроде бы чисто случайно, значит, и чисто случайно, вроде бы, попадает туда Сеня. Он там не должен был быть, то есть, ну, он шел мимо и зашел туда. Там какой-то вопрос срочный возник у него, надо было решить. Я думаю, а что я буду ждать самого письма? Я спрошу у Сени, Сеня, что там учился, все знает. Он говорит, ну, слушай, за много лет уже там наверняка многое изменилось, но я скину тебе контактные данные декана, свяжешься с ним, все обсудишь. Хорошо. Я, значит, жду день, два, три, думаю, Сеня, наверное, забыл, закрутился. Думаю, ладно, до пятницы подожду ровно неделю и, если что, позвоню сам. В четверг он мне звонит, Сеня, а я думал о заочной форме обучения. Сеня мне звонит и говорит, короче, я поговорил с деканом, тебя готовы принять, учеба начинается через две недели. На очную форму. Я так, опа, я же даже не думал, не планировал, не собирался. Я вам скажу, я в этот момент понял, что Господь открыл дверь и сказал, входи, сынок. И я прекрасно понимал, что я могу отказаться, потому что для меня что это означало? Означало оставить своих маму с папой, сестру, оставить работу, оставить церковь. То есть оставить все и приехать в город, в котором, в принципе, я практически никого не знаю. И уехать на два года. То есть это, ну вот, когда погружаешься в эту обстановку, тогда понимаешь, что на самом деле это нелегкое решение. Я вам скажу, что в последний вечер, когда я уже там забрал с работы все вещи, перевез домой, и я вот шел к другу, чтобы с ним уже попрощаться, я вам скажу, на меня напала такая тоска, что я вот шел и молился на языках. Потому что, ну вот реально, ну чуть ли не депрессия такая. Ну оставлять вот это вот все, оно так удобно, так приятно, так хорошо, все так знакомо, и ехать неизвестно куда, а что там будет, а как там будет. Я шел, молился на языках, и слава богу, вот я приехал. Вот я сейчас здесь перед вами, благодаря тому, что я все-таки принял это решение. И приехал, и на самом деле я понимаю, что бог в тот момент открыл двери, и в моей жизни многое изменилось. Я вам скажу, я видел, как бог реально помогал мне во всем. То есть, ну, я не могу сказать, что все это время было хорошо, там, финансово, как-то с продуктами, но я вам скажу, что бог никогда не оставлял. То есть, ну, всегда было, что есть, всегда было, что пить, всегда была крыша над головой. То есть, о самом необходимом бог всегда заботился, нужды он всегда покрывал. И сейчас я вижу, что есть определенные результаты, в каком плане. Действительно, МЖБИ, при всем при том, что много информации, которую я получил за 6 лет до этого, значит, оно, ну, то есть вот то, чему здесь обучали многие преподаватели, мне это было знакомо. Но при всем при этом, вот именно опыт и общение – это то, чего Господь хотел дать. Я понимаю, что бог хотел научить меня работать в команде, потому что я по натуре своей человек такой, что вот мне лучше дать задание, чтобы оно было вообще не связано ни с кем из людей, чтобы вот я сам сидел и занимался этим делом. И все. Ну, то есть вот задание получил, выдал готовый продукт. Вот такой вот я по натуре. Но мы знаем, что бог желает, чтобы каждый из нас стал частью его тела, а для этого мы должны научиться контактировать с людьми, общаться. И вот опыт общения с людьми – это то ценное, чего не получишь ни в видеошколе, чего не получишь в заочном обучении, понимаете. То есть вот постоянное пребывание в этой обстановке, в этой атмосфере, оно на самом деле что-то в нас формирует. Вы думаете, Господь зря учеников выбрал себе? То есть он оторвал их от обычных дел, он собрал из них команду. Ну, причем я вам скажу команду такую. Был момент, я когда вот только приехал в МЖБ, и там первые недели, месяцы были, значит, и было два брата, которые конфликтовали между собою в силу своих характеров. И однажды один из них меня спрашивает, вот почему так? Мы же все верующие, мы же должны вроде как в любви, в дружбе. Я говорю, ну послушай, а ты посмотри на команду Ишо. Там были зелоты, то есть в принципе террористы, понимаете. То есть это люди, которые военным путем хотели освободить Иудею. В этой же команде был мытарь, то есть сборщик налогов, который собирал налоги в пользу Рима. То есть сотрудничал с оккупационными властями, которых зелоты резали. То есть понимаете, Ишо набрал такую разношерстную команду себе. И вот мы можем увидеть в Писании много таких вот интересных моментов, когда между ними происходили стычки. Извините, если это команда своего Ишо. А Писании говорит, что он вчера, сегодня, завтра тот же. Он собирает всех нас таких разных для того, чтобы мы действительно научились любить друг друга. Поэтому я говорю, тот опыт, который вы получаете здесь, он намного важнее, чем знания, которые вы можете здесь получить. Потому что знания знаниями, но пока они не перейдут в практическую площадь, жесткость, они останутся просто знаниями. Потому что Писание говорит, знание упразднится, а любовь пребывает всегда. А любовь это что? Это прежде всего действие в отношении ближнего своего. Так что, находясь в церкви 8 лет, я в конечном итоге оказался тоже в христианской общине, тоже в МЖБИ, и тоже многие вещи у меня откорректировались, отнивелировались и стали, скажем так, на свои места. Именно так, как Писание это определяет, так, как Бог это определяет. Значит, теперь давайте мы, наверное, немножечко… Ой, прошу прощения. Мы плавно начнем переходить к теме наших занятий. Значит, тема нашего занятия, вот этого вот курса «Израиль, церковь и эсхатология» или «Учение о последних днях». То есть эсхатология, это буквально переводится как «Учение о последних днях». Значит, и начнем мы с того, что мы попытаемся осмыслить, ну, что это такое, зачем нам это вообще нужно. Значит, я тут покопался в своих конспектах и нашел очень интересные вещи. Значит, вот такое вот определение «История» – это память человечества. Замечательно. Борю предложил помолиться. История. Да. 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 Аплодисменты. Аминь. 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 Есть такое определение истории, это память человечества. И наверняка многие из нас слышали такое выражение, кто не знает своего прошлого, тот не имеет будущего. Или такой практический пример, тот, кто забывает, где лежат грабли, тот обречен на то, что будет наступать на них постоянно. Так вот, для того, чтобы не наступать на грабли постоянно в одном и том же месте, мы должны помнить, где они лежат, и либо сместить их, поставить их на свое место, либо обходить, если у нас нет возможности эти грабли переставить. Значит, история, она позволяет прогнозировать будущее и устранять ошибки прошлого, насколько это возможно. Вся библейская история – это история взаимоотношений Бога с человеком. В принципе, у человечества, вот в мире, сейчас сформировано три подхода к тому, что же такое история, то есть модели истории. Значит, модель первая – это линейный прогресс или эволюция. То есть эта модель утверждает, что человечество самостоятельно развивается в результате хаотических изменений, развивается в лучшую сторону. Значит, второе – это движение по кругу, цикличность. То есть история – это процесс, который повторяется. Значит, и третья модель – это падение и восстановление. То есть развилась до какого-то уровня цивилизация, рухнула, на ее руинах образовалась новая. И так до бесконечности. Значит, мы же, как верующие Нового Завета, мы знаем из Писаний, что, в принципе, Бог является автором истории. Значит, Бог изначально, сотворив человека, Он уже знал, что будет, когда будет, как оно произойдет. И также мы знаем из Писаний, что Бог, зная все наперед, Он периодически для своего народа, Он открывает эти вещи. Значит, для какой цели? Для того, чтобы народ знал, что Бог делает. Для того, чтобы быть в курсе. Для того, чтобы мы не находились в неведении, чтобы мы не находились во тьме. Помните, когда Бог Авраму говорит такую фразу, «Разве скрою я что-либо от друга своего Аврама, что собираюсь делать?» То есть это очень интересный момент. Своим друзьям Бог открывает, что Он собирается делать. И мы знаем, Он Ною открыл, что Он собирается делать. Авраму Он открыл, что собирается делать. Лоту Он открыл, что собирается делать. И из Писаний мы видим много пророчеств, которые говорят не только о том, что было, не только о том, что происходило на тот момент, когда звучали пророчества, но и о будущем. И знаете, я в детстве очень любил фантастику, и мне нравился Азимов, Айзек Азимов, это, кстати, еврей, но он был неверующим атеистом, но при всем при этом в его произведениях, хотел он того или не хотел, очень много интересных библейских истин заложено. И вот у него есть цикл фантастических произведений, которые я бы назвал описание истории будущего человечества. Оно странно звучит, да? История будущего. В нашем понимании история это что-то, что уже прошло. На самом деле из писаний мы можем знать и историю будущего человечества. Если, скажем, до покаяния я себе размышлял о будущем, ну, как это ни странно, все мы люди иногда размышляем, а что же будет дальше? Причем очень часто мы размышляем не только о том, что будет со мною лично, но мы задаем себе вопрос, а что же будет со всем человечеством? Ну, странно вообще, да? Казалось бы, какое нам дело до человечества, но вот почему-то мы задаем с этим вопросом. Это, кстати, свидетельствует о том, что Бог задумал нас существами не просто индивидуальными, но коллективными. То есть мы созданы для того, чтобы жить обществом. И нам не безразлично то, что происходит со всем человечеством. И вот когда я был неверующим, я задавался вопросом этим, а может будет ядерная война и все погибнут, а может инопланетяне захватят Землю. Ну, то есть фильмов насмотрелся, книжек начитался. И я вам скажу, что человечество почему-то вот своим собственным разумом более склонно к тому, что кончится очень плохо. Ну, то есть так вот, чисто статистически, очень мало художественных произведений, вот фантастических каких-то, которые говорили бы о том, что все будет хорошо. При всем при том, что человечество склонно думать о себе, что оно развивается, что оно становится духовно выше, духовно совершеннее. Значит, многие люди на этой Земле думают, что мы вершина цивилизации. Хотя на самом деле археологи находят такие интересные вещи, которые показывают, что наша цивилизация в подметке не годится тем цивилизациям, которые существовали уже на Земле, но которые погибли. То есть такие понятия, как электричество, как операции на глаза, на сердце, как водопровод, холодная, горячая вода, не исключено, что даже были перелеты на другие планеты. То есть, ну, скажем, я смотрел один документальный фильм, там рассказывается о технологии древних богов, там интересный такой есть момент. Значит, в Америке проходила выставка драгоценностей, которые были найдены при раскопках где-то в Южной Америке. То есть это древние индийские цивилизации. Значит, и на эту выставку попали представители НАСА. Это, ну, короче, американская военная организация, которая занимается именно космическими исследованиями. И они обратили свое особое внимание на некоторые модель, ну, как модельки такие, изделия из золота. Они изъяли их из коллекции для изучения. И они были очень удивлены аэродинамическими способностями вот этих моделек. То есть это были не просто украшения, это были модели летательных аппаратов. И они даже впоследствии там пытались что-то воссоздавать. И на самом деле, ну, наши возможности, еще не технические возможности, еще не дают нам, ну, вот им, в частности, воссоздать даже вот эти вот аппараты. Ну, то есть такие вот моменты. Значит, что касательно той же вот пирамиды Хеопса, знаете, это вот самая, ну, уникальная такая интересная пирамида. В Египте, значит, на этом плато Гиза, она вообще построена уникально. Там настолько идеально, настолько плотно подогнаны друг к другу вот эти вот блоки, что, ну, просто вытесать вот это вот невозможно. То есть там есть следы действия каких-то аппаратов, которые человечеству сейчас просто невозможно создать. Ну, то есть они и по масштабу, и по мощности, и все. Хотя вот наше вот нынешнее человечество, оно очень часто склонно думать, что мы самые крутые. Значит, но если мы как верующие обратимся к Писанию, мы увидим, что Бог, Он изначально знал, что будет на этой земле. Он об этом говорит нам для того, чтобы мы были в курсе, для того, чтобы мы были готовы, когда Он будет, скажем так, завершать историю человечества здесь на земле, чтобы мы не пугались, чтобы мы не ужасались, потому что Господь в курсе, если мы с Ним в завете, если Он держит нас своей крепкой рукой, то мы в состоянии это пройти так, как это прошло с Ноем. Так что, сделаем перерыв.